Владимир, приветствую вас, и сразу хочу сказать, что то, как к вами воспримется мой ответ, повлияет на вашу дальнейшую жизнь с этой девочкой. Если вы склонны конструктивно принимать проблемы, которые у вас, и указания на эти проблемы, то вы поможете себе. Если то, что я скажу, по какой-то причине вам не понравится, или вы посчитаете, что это как-то деструктивно на вас сказывается, то в таком случае, к сожалению, вы очень сильно рискуете свою девочку потерять. Поэтому здесь все зависит исключительно от того, чего вы хотите. Но я постараюсь вам помочь. Итак, начнем мы, пожалуй, с того, что скажем. Ваши срывы и подозрения в измене являются последствием неуверенности в себе и эгоистичного поведения. Почему? Потому что в проблемной, конфликтной ситуации, когда девушка испытывает какие-то неприятности, пусть даже и внешне, вы думаете в первую очередь не о ней, а о себе. Вы срываетесь, вы уходите, вы обвиняете ее в измене, тогда как ей нужна поддержка, ей нужна опора, ей нужна забота, тепло и так далее. Она понимает, что на вас положиться в данную ситуацию она не может, потому что вы не доверяете ей настолько, чтобы ее слова воспринимать как правду. Когда без доверия невозможно построить нормальные отношения. Высказать вопрос тогда, почему вы ей не доверяете? Обманывала ли она вас раньше? Вы говорите, что встречаетесь с ней больше через три месяца, то есть более полугода. Срок довольно приличный. И если за это время она вас не обманывала, то, соответственно, нету доказательства того, что она к вам относится как-то неискренне, корыстно и вводит вас за нос. Соответственно, соответственно, ваше недоверие в детстве является следствием того, что вы не уверены в себе. Следствием того, что вы не уверены, что своей женщине даете все, что ей нужно. На вопрос, как вернуть страсть между вами, в таком случае, можно ответить следующим образом. Женщине важно понимать, что ее мужчина надежен. Это значит, что он примет ее, любой такой, какой она есть. Будет уважать ее решение. Уважать ее желание или нежелание что-либо говорить, делать и так далее. Если это прямо не оскорбляет вас, как мужчину и как человек. Исходя из видео, поведение, которое вы описали в своем письме, можно сделать своего вывода, что у Никио, у вашей девочки, как у человека, уже достаточно взрослого, сложилась определенная схема преодоления своих проблем. Этой схемы она и придерживается. Она говорит, что сейчас хочет побыть одна. Самым лучшим способом вернуть ее, вернуть страсть, сказать, хорошо, я понимаю тебя, пусть будет так, как ты говоришь. И это даст вам с ее стороны благодарность. Это даст с ее стороны к вам уважение. Еще больше восхищения, что вы принимаете ее так, что вы доверяете ей. И со временем она, возможно, будет вам раскрываться, но ей нужно время. Поэтому, если вы ее любите, если вы дорогите ей, то вам нужно как можно меньше думать о себе и как можно больше думать о ней. И когда появится желание сорваться, проявить ревность, лучше в этот момент проявить нервность, работу, скажите что-нибудь ласковое, чтобы она поняла, что вы ее ждете, что вы ей верите, что она может на вас положиться. Соответственно, если какое-то время пройдет и она к вам вернется, то это говорит о том, что она действительно говорила мою правду. А если ситуация будет так складываться, что длительное время она будет у вас отдаляться, то вам без криков, без ссор, без пояснения отношений, просто спокойно. Ну, это будет ей сказать, что, дорогая, я тебя люблю, я даю тебе время, я понимаю тебя, но подумай, пожалуйста, обо мне. Мне без тебя плохо, я хочу быть с тобой, больше проводить время. Может быть, я могу тебе чем-то помочь? Соответственно, если она вами дорожит, если она планирует с вами свое будущее, то, возможно, она как-то даст вам возможность либо поделиться с вами чем-то, либо разрешит как-то ей помочь. Если она этого не сделает, значит, ее чувства к вам действительно сошли на нерв, и тогда, опять-таки, скажите ей просто, что в жизни у всех людей бывают проблемы, если вы это понимаете хорошо, но проблемы, какими бы они ни были, решать нужно вместе. Если вы отталкиваете, если она отталкивает вашу помощь, то, по сути, это означает, что она отталкивает и вас тоже. И вы, вам это не нравится, вы чувствуете себя необоснованно униженным, поэтому так больше продолжаться не может. Вот примерно в таком ключе стоит вести диалог, то есть, чтобы направленность ваших мыслей была на нее, а не на себя. А так как вы ведете себя сейчас, это просто поведение довольно-таки слабого мужчины, несерьезного мужчины, который не уверен в себе и в своей девочке. А если у нее действительно проблемы в семье, то получается, что вы привели ее в трудный момент. Получается, что в трудный момент с вами она не может рассчитывать на поддержку. А это очень серьезный и тревогий звоночек в плане отношений, в плане того, что касается именно взаимопомощи, взаимовыручки и прочего. Поэтому вам для начала нужно подумать, как вы с ней относитесь, любите ли вы ее. И если любите, то желаете, чтобы она была счастлива. Если она на данный момент счастлива одна, примите ее позицию, ибо по-другому вы все равно ничего не сможете сделать. Но таким вот доверительным отношениям вы и ее подвинете на доверие к вам. Потому что если вы ей не доверяете, то и она, соответственно, дальше не доверяет вам. Как мужчина, здесь вам нужно сделать первый шаг в этом направлении. На этом у меня все. Надеюсь, я помог вам. Всего доброго и до свидания.